здравствуйте дорогие телезрители здравствуйте милые моему сердцу афонтовцы и конечно мои подписчики на канале youtube голова садовая сегодня в канун нового года в преддверии его а он еще два дня как у нас наступит а у кого потому что больше я хочу показать вам один замечательный рецепт теста на пельмени вот это тесто которое будет замешано только на яйцах будет хорошо не только для праздника в доме когда пельмени лепят все когда их варят и все за столом а еще это тесто можно с удовольствием и с большим успехом я вам скажу использовать на домашний хворост можете делать вареньки может делать кошаны можете делать манты это тесто будете раскатывать так тонко что через него должно быть видно начинку вот здесь в тазике просеянная мука ну сколько ее просеять там кружечку там половинку значение особого не имеет просто вы должны помнить что это тесто не замешивается вот так вот нет никакой воды никакого молока ничего здесь нет здесь будут яйца и немножко соли мы делаем вот холмик муки который мы насыпали делаем кратер то есть углубление делаем так чтобы у нас два яйца вошли сюда и ничего не вытекло вот одно яйцо видите кратер то получился маловаты поэтому начнем замешивать вот с одним яйцом а потом потихонечку введем второе берем вилочку данном случае нам нужно прямо знаете аккуратность ничего страшного нет в этом холмике не надо бояться некоторые хозяйки боятся только слова холмик да ничего подобного но прежде чем смешивать аккуратненько нужно немножко посолить пресное тесто это не очень вкусно ну примерно вот столько соли скажем так третью часть чайной ложечки и вот теперь вилочкой размешиваем аккуратненько чтобы никто никуда не вытекал холмик надо было немножко раздвинуть но это можно сделать вот так опустив вилку и немножко раскатайте его вот так и и начинаем его подмешивать подмешиваем муку вот процесс такой это быстро это ничего сложного и ничего медленного нет это точно вводим муку с краев вилочкой сидите разговаривайте с подружкой или с мамой или с мужем неважно но главное что ваша рука все время делает вот такие движения как будто добавляет муки вот отсюда с края а теперь нам надо вести второе яйцо ну да надо было немножко сделать побольше этот кратер просто для начала ну не бейте второе яйцо попробуйте все-таки каков будет результат а уж добавочно сделать тесто нет проблем потом хоть 10 яиц потому что и пельмени и хворост домашний да разве что нибудь лучше то бывает и смотрите почему нельзя смешивать сразу всю муку потому что у вас тесто будет сухое присухое а нам она нужна мягкая эластичная не липнущая к рукам но тем не менее очень податливая я вот не очень люблю вымазать все руки в тесте поэтому вот пользуюсь вилкой но придется вымазать потому что вилка это все ненадолго так а теперь подхватим немного муки снимем с вилки то что у нас здесь прилипло убираем вилку пока она мне нужна и вот так вот в серединке этот комочек замечательный вмешиваем дальше муку но пожалуйста маленькими порциями помните если вы муки перри сыпите перри ложите ненужное количество тесто сразу станет металлическим очень жестким просто сделайте один раз как следует вот всегда говорю неважно огород это или кулинария дело же не в этом дело в терпении а терпение всегда вознаграждается вот посмотрите она практически уже слегка подлипает только она не прилипает да и на руках ничего особенного нету поэтому если мои добрые советы которые практически ничего не стоят примите себе на вооружение будете обладательницей великолепных тестяных блюд это точно уж поверьте старой черепахи вот смотрите какой получился комочек теста ну всего в ладошку но поверьте мне что из этого комочка теста с одного яйца до и некоторого количества муки чуть-чуть соли получится целая ваза хвороста а сегодня сейчас мы не хворост будем печь вы сами попробуйте вы умеете все это делать главное тесто какое а теперь я хочу научить вас делать ну скажем так манты на сковородке вообще у них есть свое название это национальное блюдо бурятов похоже они действительно на манты и нет в них в форме ничего особенного но готовится они не совсем так как обычные манты для того чтобы сделать манты надо очень хорошо понимать какое покрытие у этих листиков внутри с дырочками если это покрытие обычная алюминиевая ну мыть вам потом ее не перемыть если она эмалированная но уже легче но каждый раз когда вы будете делать что-нибудь подобное на мантовнице вы должны помнить что смазать маслом обязательно тогда легче будет поднять готовые изделия мои манты будут на сковородке и они никогда не прилипнут а какие они будут сочные и какие вкусные я вас умоляю так мне достаточно будет вот столько теста на одно изделие манты на сковородке отличаются своей простотой хотя у многих народов наших южан манты выглядят практически одинаково потому что ну видимо так мы устроены генетически все кто-то помнит и кто-то там на расстоянии друг другу передает но правильно чтобы сделать мант нужно раскатать круг теста а потом его складочками 19 складок нужно сделать собрать оставив дырочку и складочки на изделии ложатся ровно одна за одной очень красиво очень хотела бы вас еще научить правильно заворачивать голубцы и блины и мы это обязательно сделаем я поставил на стол тот же фарш который мы использовали для чебуреков это картошка с грибами и куриный фарш с луком пассерованным и луком сырым еще раз повторюсь красный перец вот здесь не черный курица черного не терпит значит сейчас мы будем раскатывать лепешечки старательно и очень тонко и вот я одну раскатаю покажу вам как я это делаю очень тонко тесто только на яйца никаких разрывов и прорывов быть не должно и чем тоньше тесто тем вкуснее изделия услышьте меня хозяйки я так надеюсь что вы накормите своих домашних на новый год и пельменями вот посмотрите какой кусочек теста надо на пельмени если вот из такого маленького отрезана получилась такая лепеха ну начнем с начинки которая с картошки с грибами положить мы можем начинки на такой блинчик достаточно много самое главное чтобы она у нас закрылась и лепешка совершенно себя вела адекватно смотрите берем вот так за два края поднимаем и вот здесь вот пальчиками так закрыли а теперь смотрите у нас осталось как бы здесь два края и здесь два края вот эти края вам видно вот эти края поднимаем и закрываем эти края поднимаем и закрываем и вот получился у нас такой изумительный цветочек вот знаете что меня в мантах в мантовнице не устраивает как только ты их вытащил из мантовнице и положил на тарелку да их надо обязательно поливать каким-то соусом там сметанам там майонез чесноком ну любым потому что тесто начинает сразу сохнуть к сожалению вот эти манты на сковородке никогда не будут сухими ну а теперь наша задача состоит в том чтобы приготовить манты на сковородке несколько капель масла я не буду вас обманывать несколько капель это вот так вот достаточно вполне бутылка пустая мы ее уберем теперь масло нагревается мы сейчас его распределим по всей сковородке и наши манты ну вот они красотки ну нам нужна вилка чтобы масло немножко разогнать его здесь достаточно мало вы сейчас поймете почему нам не надо купать их в масле нам надо слегка обжарить их донышки чтобы вкус у теста был уже и не печеный и не жареный и еще и не вареный посмотрите что произойдет дальше мы включаем чайник нам нужно будет горячая вода ну вот они такие хорошенькие вот это место должно чуть-чуть обжариться чуть-чуть раскладываем манты по сковородке немножко оставляйте между ними расстояние вилка совсем не для того чтобы что-то убирать или там перемешивать нет я просто приподниму краешки этих изделий чтобы посмотреть как идет процесс зарумянивания а он уже идет уже чуть-чуть румянится вот такого цвета они должны быть этого достаточно все заливаем водой или бульоном овощным мясным неважно каким какой вы любите заливаем так чтобы ой хорошо как красиво посмотрите так чтобы они почти но на сантиметрах видите они плавают вот это правильная заливка а теперь нам понадобится срочном порядке крышка закрываем наши манты и убавляем огонь ну поставим на двоечку смотрите что здесь али ап посмотрите какие они не просто красивые какое цвету тесто посмотрите какие небольшие стали они всю влагу всю воду этот весь бульон они все забрали на себя и мы их отсаживаем на тарелочку они готовы они очень очень увеличились в объеме прям не знаю замечательные но эти манты не порвутся посмотрите на дне нет ничего такого остаточного явления они такие упругие они такие сочные внутри и там еще очень долго будет сохраняться сок и они мои манты на сковородке сверху сохнуть не будут можете подать себе к этим мантам масло можете сметану можете сметану с чесноком можете сметану с красным перцем майонез чесноком боже мой любые кетчупы все что вы придумаете можете в каждую из них если это мясо посмотрите здесь же есть вот такие открытые до места крылышки не закрыли еще фарш можете туда добавить уксуса разведенного можете бальзамическом да господи вот все что вы придумаете но приготовить такие манты на сковородке очень быстро очень вкусно и посуды я вымазала только тазик я его уже помыла кстати только сковородку и только тарелку для подачи я поздравляю вас с наступающим новым годом желаю счастья здоровья долгих лет жизни я вас всех очень люблю и вот знаете спасибо вам большое что вы смотрите и низкий вам поклон до самой земли дорогие мои люди и